Транспортное обслуживание, вопросы благоустройства и озеленения территории, ремонт школы и детского сада, снос аварийных построек. Жители поселка Толево и в железнодорожном районе Самары встретились с представителями профильных ведомств, чтобы обсудить текущие проблемы. Один из вопросов – плата за содержание общего имущества. По словам жителей, она слишком высока. При том, что чердак и подвал никто не использует, а значит, фактического расхода электроэнергии нет. Если брать с площади подвальных помещений, сумма для 38 квартир просто огромная. Дом не подтянет ее. Пошли другим путем. Вот на основании приказа по Самарской области стали применять коэффициент. То есть с общего счетчика отнимается показание жильцов, арендаторов у них свои там счетчики установлены. И применяется этот коэффициент. Но сумма тоже огромная. Если это имущество общедомовое, то есть принадлежит всем жителям, к сожалению, за это надо платить. Другой вопрос – за что платить и какие деньги? Потому что если вы говорите, что там лампочек нет или эти подвалы закрыты, ну, наверное, тогда платить не нужно. Еще одна тема, которую жители подняли на встречи – бездомные собаки. Жителям не нравится, что после стерилизации собак отпускают. Они сбиваются в стаи. Мы же реально живем здесь все поселком одним. У нас как бы отдельная территория получается. Они с этой стаи сбились, как дети, а как мы. Руководитель депгорхоза Александр Андреянов пояснил, что после отлова агрессивность животного оценивает ветеринарная служба. После обработки отпускают только спокойных собак. Остальные остаются в приюте. Есть закон федеральный 4098, который действует с 2020 года. В соответствии с этим законом, закон о гуманном отношении к животным, ловцы обязаны вернуть собак на то место, где они были отловлены. Через 20 дней, после того, как прошли вакцинацию, стерилизацию, кастрацию и так далее. О том, что собаки чипированы и сбиваются в стаи, ну да, это животное. Руководитель депгорхоза рассказал, что за последние годы в Самаре сократилось количество происшествий с участием бездомных собак. Жители района трехчасовым диалогом с властями остались довольны. Встреча теплая состоялась достаточно. Ожидали все-таки более как-то официальной встречи, но она состоялась добрая и добродушная. Проблемы были озвучены, первостепенные проблемы поселка. Было вынесено решение по некоторым вопросам. Ну, как нам пообещали, будет положительный исход во многих вопросах. Галина Топилина, Константин Головин. События.